В эфире программа «Спросим прямо» в студии Илья Бельков. Здравствуйте. Сегодня мы беседуем с заместителем начальника управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ Федоровым Дмитрием Геннадьевичем. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня тема разговора я предлагаю такую. Поговорим о купальном сезоне, точнее о его безопасности. Какие меры сейчас предпринимаются у нас для того, чтобы обезопасить людей на водоемах городских? Сколько? В дальнейшем поговорим. Сколько вообще водоемов у нас санкционированных? И, наверное, там по ходу разговора разберемся с несанкционированными местами. Пожалуйста, скажите, безопасность купального сезона на каком она сейчас уровне? На какой стадии? Нужно ли еще что-то делать или уже все готово? В рамках подготовки к купальному сезону в управлении ПЧС совместно с комбинатом благоустройства были установлены предупреждающие знаки о том, что купаться в данных местах запрещено. Это у нас определены наиболее опасные несанкционированные места купания. Это степная протока река в районе улицы Трубачаево до Кассирово и правый берег реки Селинга в районе торгового центра «Народный». Там особое внимание по соглашению с технологическим колледжем к нам направлено порядка 20 студентов по специальности спасатели. Весь летний сезон они у нас будут проходить практику. Мы их направим на пешие патрульные группы в данных местах, где как раз именно места особого внимания. Уже результаты есть, к сожалению, печальные. Так, наша патрульная группа из числа студентов и одного спасателя-водолаза обнаружила тело вблизи ТК Селинга. В результате они патрулировали данный район и обнаружили, что тело плывет по реке Уда. Силами водолаза, нашего спасателя-водолаза и силами студентов тело было доставлено на берег и уже передано следственно-оперативную группу. Насколько сильно они помогают вам студенты? Чувствуется ли от них помощь как таковая? Да, очень большая роль их играет в связи с тем, что на всей протяженности наших акваторий, наших рек, большое количество детей. Данные студенты проводят с ними профбеседу. Если появляются люди, которые находятся в алкогольном опьянении и вызывают опасения в плане того, что в очень сильном опьянении находятся, потом пытаются зайти в воду. Не секрет, что как раз жаркая погода, состояние алкогольного опьянения и холодная вода дают те результаты, которые плачевны. То есть у некоторых останавливается сердце, у некоторых происходят судороги, ну и как следствие утопление. Вот для этого уже озвучивалось в средствах массовой информации силами нашего управления ПЧС. Водной группой были доставлены двое человеков в районе ДК Сирова, которые находились в сильном алкогольном опьянении. На все просьбы о том, чтобы не купаться в этом месте или не заходить в воду, они были проигнорированы. В связи с чем было принято решение их вызвать, правоохранительные органы и сдать их им в полицию, для того, чтобы избежать несчастных случаев. То есть студенты, я правильно понимаю, это выпускные, да? Да, это вот уже у них четыре курса, вот выпускники третьего курса, да, и практика проходит еще у них начало четвертого курса. Ну то есть они занимаются такой более патрульной деятельностью, то есть они не лезут в воду, да, сами? Ни в коем случае, ни в коем случае. Они проводят профилактическую беседу, смотрят, какая обстановка находится. Конечно, мы их в целях безопасности выдали им спасательные жилеты. Конец Александрова, это то есть веревка на конце буй, когда в случае обнаружения, если кто-то уже не справляется с течением, да, либо уходит под воду, они могут кинуть эту веревку, чтобы человек зацепился и уже мы, они их вытянули, этого человека. Хорошо, намного мы отвлеклись от темы, давайте поговорим о вышках спасательных. Вот, недавно была такая информация, что заново установленные вышки спасательные, их снова не подверглись акту вандализма, их попросту сломали. Расскажите, пожалуйста, по несанкционированным местам купаний, в каких местах расположены вышки, хватает ли их, какое время там дежурят спасатели, и вот в целом расскажите о работе вот этих вот мест. Вышки были установлены в районе степной протоки возле бегущей лани, под бегущей ланью, да, как раз это самая концентрация несчастных случаев на ладе, там отдыхают все жители ДНТ, которые расположены на левом берегу, жители Бурвода. Расположены вышки у нас в районе реки Селинга, возле Селингинского моста. Установлена вышка напротив торгового центра Народный, чтобы смотреть за всей той акваторией, которая идет вдоль набережной и возле ДК Серова. К сожалению, возле ДК Серова отмечается факт полного уничтожения. То есть мы как по приезду уже обнаружили, что частично она сожжена и частично переоборудована под трамплин в заход в воду. То есть видно, что хоть для благих целей данной вышки установлены, но люди, которые там отдыхают, не следят за этим и разбирают. В основном это в ночное время, когда уже нету каких-то свидетелей. Какой-то административной ответственности удается привлечь? Да, мы совместно с полицией отрабатываем этот вопрос. Но сейчас своими силами будем его восстанавливать и дальше работать. Расскажите, пожалуйста, как часто дежурят ваши спасатели, ваши коллеги, дежурят ли они вообще? И расскажите о работе патрулируемой. Мы уже говорили о студентах, которые помогают, а вот на самой воде. Управление ПЧС состоит у нас из нескольких служб. Это служба единая диспетчерская служба, которая принимает звонки, работает с населением. И есть поисково-спасательная служба. В свою очередь поисково-спасательная служба делится на самих спасателей и водную группу. Вот как раз водная группа занимается зоной ответственности и вся акватория города Лаунды. Данная водная группа состоит из пяти водолазов. К сожалению, необходимо отметить о том, что у нас есть недокомплект. То есть в настоящее время у нас три водолаза, не хватает двух водолазов. И несколько работников водной группы, которые обеспечивают всю работоспособность данной группы. Данная группа заступает в жаркие дни с 11 и до 9 вечера. Каждый день, независимо от времени дня, то есть в выходные дни, в будние дни, они постоянно находятся на воде. То есть постоянно дежурит два катера, две лодки, которые курсируют по реке Селенга. Хватает ли вот этих мер, которые вы предпринимаете, на ваш взгляд, для обеспечения безопасности? Или нужно вот что-то еще где-то подтянуть, допустим, либо патруль, например, либо это водная уже сфера, имею в виду на катерах. Где-то нужно подтянуться или всего хватает? Конечно, если бы мы вот эти две единицы, которые у нас сейчас на данный момент отсутствуют, то если бы мы их заполнили, то могли бы создать уже еще дополнительную группу. Один катер поставить на воду, это большую роль бы сыграло. Но, к сожалению, сейчас ввиду того, что водолаз, спасатель, к сожалению, такая должность и такая специализация в республике очень редкая и приходится натаскивать. Не все люди способны работать по данной профессии, потому что связано именно с риском жизни и стрессоустойчивостью. Ну вот из числа студентов тех, кто ходит к вам на практику, планируете ли добирать в спасателей? Сейчас у нас студент именно четвертого курса, который в том году у нас проходил практику, в этом году устраивается, планируем его обучить, он сам проявил желание, и вот его буквально на следующей неделе мы его возьмем на работу. Прекрасно, когда есть возможность брать молодые кадры, да, наверное. Скажите, пожалуйста, давайте поговорим о пляжах. Скажите, сколько у нас санкционированных мест? В настоящее время у нас действует два пляжа. Это в районе набережной, это где место купели, проводим. Там для подготовки мы завезли песок, провели очистку дна. В настоящее время, буквально вчера, забрали забор воды для возможности купания, да, Роспотребнадзор проводит исследование. И второе место — это остров Комсомольский. Это как бы уже стабильное место. Там будет пляж для возможности отдыха возле реки. Вот по нормам Санпина у меня еще вопросы. Разве не на Комсомольском острове пока Роспотребнадзор запретил вообще купание? Или там тоже? Вот там, на остров Комсомольском тоже запретили, но все-таки есть надежда о том, что мы стараемся, по крайней мере, принять все меры. О том, что вот в районе набережной, надеемся, что вот этот вчерашний забор воды позволит нам разрешить населению купаться в данном месте, хоть в одном месте. Но на данный момент, который мы и производили забор воды в предыдущее время, не позволял разрешить нам населению купаться. Давайте представим, что, например, Роспотребнадзор не разрешил там купаться. Какие меры будете предпринимать? Конечно, будут выставлены все знаки, предупреждающие о том, что купание запрещено. И тех людей, которые находятся в сильном алкогольном опьянении, будем отрабатывать с сотрудниками полиции, передавать их сотрудникам. И также отрабатывать с сотрудниками администрации районов по составлению протоколов. Есть статья 15, где говорится о том, что можно наложить административный штраф в отношении людей, которые нарушают требования на водных объектах, то есть купаются в запрещенных местах. Данные рейды будут проводиться. Также будут данные рейды проводиться совместно с комиссией по делам несовершеннолетних администрации районов и сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних. Если у нас в городе вообще не оставится по правилам безопасных нормальных водоемов, то есть ли возможность реализовать временное место для купания? И вообще расскажите мне в общих чертах, что нужно сделать, чтобы организовать санкционированное место для купания? Конечно, тут для организации санкционированного места для купания необходимо заключение о том, что вода соответствует, проточность, скорость должны соответствовать. К сожалению, наши реки, река Уда, река Селинга, они не подходят в плане скоротечности, течению не позволяют быть по санитарным нормам. Для того, чтобы соблюсти, необходимы именно большие финансовые средства, то есть проведение каких-то дноуглубительных работ, проведение заградительных дам, чтобы уменьшить течение. Но это капиталоемкое мероприятие, финансовые затраты большие, но сейчас на данный момент пока невозможно проведение мероприятия. Вот местность Набережная и остров Комсомольский, там по остальным нормам все в порядке? То есть не хватает сейчас только вот норм САМПИНа? Да, вот по этим местам в целом все нормально, мы весь объем мероприятий сделали, вот именно недочет у нас идет именно по состоянию воды, по санитарному нормативу. Примерно, скажите, пожалуйста, насколько это все затянется? Купальный сезон наступил еще 1 июня. Ну, точно сейчас не могу сказать, это немножко другая структура занимается, но в течение недели, надеемся, результаты по воде, именно где мы забирали в районе набережной, будут, наверное, готовы. Мы, конечно, через вас, мы уже известим население, потому что если положительно, то там будет возможно купаться. Теперь скажите, пожалуйста, о тех местах, где нельзя купаться. Вот какая работа там проводится, есть ли какие-то, может быть, нововведения, как-то по-другому быть и работать с теми, кто нарушает порядок. Вот в целом, пожалуйста, обрисуйте картину. Самые проблемные участки это у нас в районе Степной протоки, как я и говорил, там очень большая концентрация населения, именно частного сектора ДНТ. Это большая концентрация детей. Для этого совместно с сотрудниками полиции, сотрудниками администрации районного профилактические работы проводятся. Также мы проводим патрулирование. То есть, в случае выявления таких фактов о том, что дети остались одни, мы передаем их сотрудникам полиции, и они уже проводят профилактическую беседу с родителями. В плане реки Уды. По реке Уда, к сожалению, у нас какая-то проблема. Года три назад там проведены большие работы по дно углубления. Сейчас там нахождение и вообще купание очень опасно. В связи с тем, что разность дна очень разная. Потому что буквально в двух-трех метрах может она отличаться до двух-трех метров разница. То есть, где-то 50 сантиметров, где-то там уже три метра. Поэтому многие привыкли, которые купаются, привыкли о том, что дно более-менее они уже изучили. Но, к сожалению, после дна углубительных работ данное дно очень сильно изменилось. Она еще, хотелось бы отметить, не судоходная. То есть, мы на своих катерах туда не сможем зайти. Прорабатывается вопрос, конечно, о том, чтобы закупить нас водомет, который позволит заходить на реку Вуда и проводить там оперативно-профилактические мероприятия. То есть, на лодке, вдоль берега добираться до самого нового моста. При уточнении бюджета, думаем, на будущий год постараемся закупить данное мероприятие. Ну, и проводить там более усиленно профилактические мероприятия. А так сейчас, на данный момент, силами и студентов, и силами водолазов, которые пешими группами будем проводить профилактические беседы. Вот о санкционированных местах. Я правильно понимаю, там везде должны быть установлены предупреждающие знаки того или иного характера. Будь то это течение, ну или какой-то общий знак. Вот у меня вопрос. Скажите, если дно меняется с течением времени, да, это если это углубительная работа или что-то еще, нельзя ли поставить предупреждающий знак о том, что здесь дно изменилось? Поскольку люди местные, вот в этих местах, да, распространенных для купания, они так или иначе знают о том, что там какое-то дно они исследовали, да? Да. Не думали ли об этом? По этому факту, конечно, мы разные варианты рассматривали и знаки устанавливали. Хотелось бы отметить о том, что из всего количества знаков, которые мы установили, да, это более 20 знаков, к сожалению, больше половины уже утратила свою целостность, где-то вообще полностью разобран. В плане реки Уды, да, действительно, население, оно знает о том, что очень сильно там изменилось, но, так сказать, отдыхать всем охоту, и некоторые смотрят о том, что многие заблуждаются о том, что они хорошо плавают, они успеют выбраться из той ситуации, в которой могут оказаться, да, но, к сожалению, вода имеет такое свойство о том, что разность температур, скорость именно, и еще дно бывает такое скалистое, можно повредить не то, что это себе руки, ноги в этом плане. Хорошо. В целом, картина о купальном сезоне, о безопасности ясна. Пожалуйста, давайте поговорим о лесных пожарах. Вот обрисуйте мне пацановку с лесными пожарами. Как вот сейчас обстоят дела с пригородом, где чаще всего случается пожар? Какая работа проводится? Ну, хотелось бы отметить немножко статистику, да и вам показать о том, что за этот период, с 2018 года, на территории города Улан-Удэ зафиксировано 14 пожаров на общей площади 12,5 гектаров. За прошедший, аналогичный прошедший период, было зафиксировано 17 пожаров на общей площади более 24 гектаров. То есть, видно о том, что по площадям у нас уменьшение в два раза и уменьшение по количеству на три случая. Хотелось бы отметить о том, что в рамках подготовки к пожароопасному периоду совместно с городским лесничеством, совместно с сотрудниками надзорной деятельности в области пожарной безопасности были проведены обследования всего жилого массива, который прилегает к лесному массиву на факт соблюдения требований пожарной безопасности. То есть, это наличие сухого, горючего мусора, да, организации меризованных полос, это, то есть, меризованные полосы, это вспаханная территория, то есть, и наличие противопожарных разрывов. Данная работа у нас производилась с апреля по середине мая. Сейчас также городским лесничеством проводятся работы по борке, очистке данных территорий, да, по горючему материалу, да, который может способствовать развитию пожара. И также с жителями проведены встречи. Ну и хотелось бы отметить о том, что в администрации города ВМД создана маневренная группа из числа работников, которые помогают первому отряду противопожарной службы для тушения лесных пожаров. Также, помимо этого, созданы патрульные группы из числа сотрудников структурных подразделений администрации города. Данные сотрудники совместно с полицией каждые выходные, независимо от погодных условий, да, патрулируют лесной массив. То есть, на факт несоблюдения требований пожарной безопасности, не секрет, сейчас действует у нас особый противопожарный режим, посещение лесного массива категорически запрещено. Уже составлено более 50 административных протоколов сотрудникам полиции. Штрафные санкции – это от 3 до 4 тысяч рублей на физическое лицо протокол. Данная работа у нас будет продолжаться до конца сентября. Данные патрульные группы тоже будут работать до конца сентября. И уже на сегодняшний день можно сказать о том, что помимо наших маневренных групп, наших патрульных групп, мы еще пошли дальше, заключили соглашение буквально вчера с некоммерческой организацией, которая занимается конным спортом, конный двор «Горциозный поня». Данная организация дислоцируется в сотых кварталах. Она в каждые выходные со своими сотрудниками, со своими посетителями патрулирует лесной массив, который расположен в сотых кварталах. То есть они помимо того, что обучают своих посетителей конному спорту, ездим на лошадях, они помимо этого еще и патрулируют лесной массив. То есть при выявлении нарушителей, которые разожгли костер в лесном массиве, либо при обнаружении черных лесорубов, они незамедлительно нам сообщают, и мы уже в дальнейшем принимаем меры по реагированию. То есть направляются в близлежащие посты, маневрная группа, либо патрульная группа для реагирования. То есть тоже такая же помощь, которая производится на воде, то есть в купальном сезоне. Скажите, хватает ли для тушения лесных пожаров и вообще в целом в этой сфере людей, сотрудников? Работаете ли вы там со студентами? Хотелось бы отметить о том, что практически 80% маневренной группы, это 12 человек, почти 10 человек, это выходцы из нашего колледжа, технологического колледжа, который учится по специальности защиты в ЧАЭС. либо они выпускники, либо они еще учатся. Большое поспорье, они послужили в том году тоже так же, они проходили у нас практику, совмещали как работу, так и практику. То есть в рамках практики они были трудоустроены в эту маневренную группу и получали помимо этого зарплату. Также хотелось бы отметить о том, что данная маневренная группа, она не только занимается патрулированием и тушением лесных пожаров, но и принимает меры по блокировке съездов в лесной массив. То есть при выявлении о том, что здесь очень часто население съезжает в лес, мы блокируем данные съезды путем вкапывания столбиков, либо устанавливаем заградительные какие-то другие меры. Итак, время нашей программы подходит к концу. Я напоминаю, мы беседовали с заместителем начальника управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ Федоровым Дмитриевым. Мы разговаривали о купальном сезоне и лесных пожарах. Для вас работал в студии Илья Бельков. Я с вами прощаюсь. До встречи на ТВКоме. Спасибо. Спасибо.